МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить» обзор основных тем, которые сегодня представляли интерес для горожан и стали предметом исследования наших журналистов. Коротко о том, что мы намерены предложить к обсуждению и ознакомлению сегодня. Второй виток утилизации автомобилей. Что ждет владельцев машин и чего они опасаются? Как там в тереме живется? В программе репортаж из Рязанского следственного изолятора номер один. Быт, как он есть, жители Дягилева рассказали сегодня журналистам о росте. Однако отнюдь не благосостояние, а помойных развалов. Теперь займемся конкретикой новость. В сентября в России вновь запускается программа утилизации старых автомобилей. В конце августа на заседании правительства были одобрены дополнительные меры поддержки автомобильной отрасли в условиях сокращения рынка. Основным направлением и стала эта самая программа обновления автосредств. В этом году на нее планируется выделить 10 миллиардов казенных рублей. Схема та же, что была и несколько лет назад, когда в 2010 году была запущена программа номер раз. Владельцу компенсируется часть стоимости нового авто при условии полного отказа от использования старой машины. Ну а что такое сокращение рынка, известно. Отечественного производителя приходится поддерживать. И вводя программу, правительство страны надеется, что она изменит негативный настрой рынка. Пока более-менее точно известно, что новая программа утилизации включает возможность поменять автомобиль по системе Trade-In. Также известно, что регионы должны получить бюджетные средства на реализацию программы напрямую. А вот автопроизводители пока воздерживаются от конкретики. Компании насторожились в первую очередь ввиду отсутствия подробностей введения программы. Ну а простой народ насторожился еще и потому, что свежи в памяти многочисленные факты мошенничества, которыми сразу же обросла прежняя программа утилизации. Вот сведения 2010 года о самых первых комбинациях жулья. В Красноярске некий предприниматель объявил о приеме поддержанных машин. Причем дело происходило даже не в автосалоне, а на банальной автостоянке. Денег, конечно, не выдал, а машинки разом исчезли. Или еще один проект более тонкий. Клиенту говорят, что его авто, попавшее в программу, надо доукомплектовать или устранить в нем неисправности, причем сразу все и на месте. Владелец соглашается и мгновенно, что называется, попадает на деньги. Известен случай, когда пенсионер, пожелавший сдать старенький москвич, по требованию ловкачей заказал ремонт двигателя. И ему потом выкатили за эту сумму, сравнимую с номиналом сертификата. Но, наверное, самый масштабный случай мошенничества на фоне госпрограммы утилизации поддержанных автомобилей произошел у нас, в Рязани-матушке, и получил весьма широкий общественный резонанс и известность под названием «Дело автосалона Евразия». Один из дилерских центров в Рязани требовал с клиентов, сдающих автохлам, внесения полной предоплаты за будущую покупку. Однако при этом договор заключался на подставную фирму, которая в результате просто растворилась вместе с деньгами. Так лишились своих честно заработанных 200 автомобилистов. Некоторые вот уже который год пытаются через суд вернуть свои кровные. Так что очевидная слабость программы утилизации состоит в том, что люди почти не защищены от мошенников, которые словно комарьё налетают на любой денежный проект. А народ размышляет примерно так. Ну, раз уж программа государственная, то здесь, по крайней мере, не обманут и ошибаются. Сегодня мы обзвонили нескольких рязанцев, попавшихся на крючок мошенников. Те, кому не удалось вернуть денежки, говорить с нами отказались. Огрожане, отстоявшие свои средства спустя 4 года мытарств, предупреждают коллеги-автолюбители, будьте осторожны, ведь обманут и глазом не моргнут. Вот фрагмент телефонного разговора с Валерием, одним из обманутых вкладчиков по делу Евразии, который несколько лет выбивал через суд вложенные деньги. Для того, чтобы решиться на этот путь, на этот шаг, надо определённо выяснить, с кем вы будете именно эти дела, какие, допустим, у вас посмотреть на это всё дело. Я, как в основном, надо очень убедиться в том, что действительно вы не попадёте в руки мошенников так легко и очень просто. И ещё о прошлой программе утилизации. Правоохранители выяснили, что сданные на утилизацию машины уничтожались далеко не все. Так, лишь в одном из кругов Москвы. Тогда ещё милиция обнаружила 50 легковушек, которые по документам давно должны были покинуть бренный автомир, а фактически использовались в качестве нелегальных такси. Продолжает программа репортаж Олеси Харлиной о комплексной проверке, проведённой в СИЗО номер один, знаменитом в Рязани тюремном замке, который так хорошо просматривается с Первомайского проспекта. Некоторые гости города даже интересуются, не это ли филиал нашего краеведческого музея. Не это, коротко отвечают рязанцы. Комплексные выезды в учреждении УИЗ проходят регулярно. Представители управления, начальники рязанских колоний и общественники зорко следят за исполнением законности и соблюдением прав. Права – это первое, о чём вспоминают те, кто впервые или повторно видит небо в клеточку. И родственники спецконтингента, кого не возьми, обязательно да на что-нибудь посетуют. То мясо в борщ не доложили, то свежим воздухом не дали надышаться. У нас на сегодняшний день в связи с гуманизацией Уголовного кодекса сейчас в основном идут в места лишения свободы осуждены за тяжкие преступления, за особо тяжкие преступления. Всех остальных стараются суды, прокуратуры оставлять на свободе, те, которые не опасны для общества. За последние три года кардинально изменился и облик СИЗО. Закончен капитальный ремонт двухэтажей режимного корпуса, обновлён фасад здания тюремного замка. Сегодня это удивительный альянс истории и современных технологий. Кругом видеокамеры, отлажена вентиляция, а для бытовых нужд – и холодильники, и стиральные машины, и даже телевизоры. Независимо от статьи, для всех создаются человеческие условия. Также для бани, в случае каких-то перебоев, вот как последний гражданский перебой, перекапывали Тепанову улицу, перебой с горячей водой, у нас отдельно, покажу на выходе, оборудована бойлерная, стоит заводской бойлер мощный, и мы две недели полностью осуществляли помывку белья с помощью своего бойлера. Это место для многих отправная точка. Кто-то поедет на зону, кого-то эта участь минует, если следствие сделает вывод о невиновности. Первый вопрос от спецконтингента, конечно, о себе любимых. Перспективы их дальнейшего отбывания наказания, куда они будут распределены, в частности, по изолятору, раз уж мы здесь находимся, какие подразделения будут направлены для отбывания наказания, есть ли возможность отправиться поближе к месту жительства, потому что не все резанцы здесь находятся. Вот эти вопросы поднимают. Ну и, помимо всего прочего, они же тоже не оторваны от жизни, задают и общие гражданские, общеполитические, скажем так, вопросы. Какая ситуация с Украиной, ну это, по-моему, уже ни для кого не секрет, и даже для них. Психологи, телефоны горячей линии, строительство новых прогулочных двориков и дополнительные ресурсы. Кажется, здесь готовы к самым непредвиденным обстоятельствам. По инструкции, даже резиновый карцер предусмотрен. Для особо буйных, правда, используется крайне редко. Мягко. Удар, ничего, ни травмы, ничего не будет. Прессованная резина, толстая прессованная резина, специальный предприятие работает, который выпускает ее из изношенных покрышек. Но об этом, а также о многом другом, смотрите специальный репортаж. Уже в четверг в программе «Вызов принят». Областное министерство молодежной политики, физкультуры и спорта официально проинформировало, что вчера стартовал первый этап введения комплекса ГТО в регионе. Предполагается, что шагнет комплекс «Готов к труду и обороне». У нас в три движения. В первом участвуют четыре школы Рязани и 28 в районах области, а также два детсада. Во втором этапе будут задействованы уже все образовательные учреждения региона. А на третьем этапе нормативы комплекса ГТО планируется ввести повсеместно, включая предприятия, организации, фирмы, всех отраслей и форм собственности. Так что готовься, товарищ, крепи оборону, тренируй мускулы и зоркость глаза, особенно того, которым целишь во врага. Кстати, сдача норматива в ГТО – дело не такое уж легкое. Наши отцы и деды, получая заветный значок, тренировались для этого не только на пресловутой физре, а и в спортивных секциях и кружках. А уж турники во дворах никогда не простаивали без дела. И сделать на них выход силы или подъем спиной умели даже ученики младших классов. Но и зарубались по подтягиванию во дворах все вплоть до самых взрослых дядек. Сейчас физкультура активно возвращается на дворовые площадки, а ГТО в массы. Тому подтверждение следующий репортаж. К нормативам физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне-2014» теперь будут готовиться абсолютно все рязанские школьники. В регионе, по словам министра спорта Татьяны Пыжонковой, стартовал первый этап по внедрению новой системы физподготовки. Накануне в школе номер 47, в которой впервые стартовала сдача спортивных тестов, открылась и многофункциональная спортивная площадка. И теперь ребята смогут на уроках физкультуры готовиться к ГТО. Ведь, по мнению многих спортсменов, получить значок будет не так просто. Именно норматив, он как бы на грани. Видимо, очень умные люди и близких спорт составляли, что к нему можно подобраться, нужно усилия приложить. Слова известного легкоатлета подтвердили и ребята. С первых же минут сдачи физкультурных нормативов выяснилось, что одного лишь юношеского энтузиазма недостаточно. А успешно справлялись задачи лишь те ребята, которые регулярно занимаются спортом в секциях. Ну, в принципе, сложного ничего нету. Все легко идет достаточно. Главное быть подготовленным человеком. А вот ребята, которые за компьютером много времени проводят, им насколько сложно будет сдать? Вот как ты считаешь? Достаточно сложно, если они ничем не сливаются, с днём проводят за компьютером. Врядно все-таки. То есть человек должен заниматься спортом и регулярно заниматься. Если еще первый раз, то это очень тяжело. Не каждый сможет. Можно сделать вывод, что отечественную систему физкультурной подготовки в школах теперь придется существенно пересматривать. По словам учителей, школьные нормативы значительно отличаются от более высоких ГТОшных. И потому в ближайшем будущем вполне возможно как увеличение в школах количества уроков физической культуры, так и увеличение интенсивности нагрузок. Что касается физической культуры, которая, стало быть, двигается в массы, то здесь никаких вопросов, конечно же, не возникает. Только каким образом разместить во дворе тот же самый турник и брусья, если рядом процветает развалившаяся по-барски махровая помойка? И пока ее уберут коммунальщики, пройдет уже время, сопоставимое с исторической эпохой. Репортаж на грязную тему в сегодняшней программе. Жители улицы Дягилевская уже и не знают, куда обратиться со своей бедой. Эта куча мусора для их взора стала привычным антуражем. Мы приобрели дом в ноябре месяце. С ноября месяца у нас была одна помойка, в апреле месяце ее вывезли. Вывезли, там был месячник города, и эту помойку вывезли. А с апреля месяца начали опять новую помойку организовывать. Никаких баков, ничего здесь не было. То есть они как обязаны приезжать раз в неделю. Мы вот во вторник выносим наши пакеты мусорные, они приезжают в машину и забирают их. А эту помойку они не забирают. От мусорной кучи в соседние дома разбегаются разнообразные паразиты – крыса и тараканы. Бездомные собаки растаскивают содержимое пакетов по приусадебным участкам, дорогам и дворам. Жители района обращались и к префекту, и к вышестоящим властям. Отовсюду их жалуются люди, практически гонят, не дав совета. Один раз мусоровоз все же подъехал. Пакеты с помойами собрали, а через неделю куча образовалась снова. А помощница местного депутата посоветовала соседям дружно скинуться и приобрести этот участок, обнести его забором и повесить табличку с надписью «Частная территория». Мол, таким методом нерадивых местных жителей можно будет отводить от мусорной привычки. Вот и думай, кому идти с такой проблемой, да как ее решать. И в завершение программы дайджест событий, ставших отголосками начала нового учебного года. Сегодня мы получили несколько материалов, связанных с шефской работой от рязанских силовых структур. Это, как говорится, дел святое, и обходить вниманием такие информационные поводы просто нельзя. Рязанские полицейские на праздник в День знаний посетили подшефную первую школу-интернат. Правоохранители регулярно навещают воспитанников интерната, устраивают для них спортивные и творческие конкурсы, берут с собой на экскурсии в подразделения полиции. Начальник рязанской полиции Николай Пелюгин лично пришел на линейку и поздравил учителей, школьников и их родителей с началом нового учебного года. Особое внимание рязанские полицейские, конечно же, уделили первоклассникам. Ребята получили к празднику подарки. А судебные приставы посетили Шереметьево-Песочинский детский дом и поздравили воспитанников сразу с двумя знаменательными событиями. Во-первых, приставы поздравили семерых выпускников и вместе с напутственными словами подарили ребятам подарки от ведомства. А во-вторых, в Шереметьевском детском доме открылась спортивная площадка, где ребята смогут играть в спортивные игры – баскетбол, волейбол и футбол. Также первый сентябрьский праздник прошел в стенах Академии в СИН России. Здесь на плацу в торжественной обстановке выпускникам учебного заведения дали путевку в жизнь, присвоив первые офицерские звания – младший лейтенант внутренней службы. Офицерские погоны получили три с половиной сотни выпускников. После этого новоиспеченные младшие лейтенанты в последний раз прошли торжественным маршем в сопровождении оркестра. На сегодня у нас все, однако следом выходит в эфир программа подробностей, которую мы настоятельно рекомендуем всем посмотреть. Сегодня в гостях у ведущего проекта Евгения Зызина – рязанский сенатор Игорь Морозов. И речь пойдет о самых насущных темах в плане того, что происходит на Украине. Кстати, Игорь Морозов не только член Совета Федерации от нашей области, но еще и кавалер нескольких наград, в том числе обладатель недавно учрежденной медали за возвращение Крыма. Так что ситуация на Украине известна Игорю Николаевичу получше, чем иным политологам. Ну а мы прощаемся с вами. До вечера среды. Удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА